В первый же день оформления единой городской карты Севастополя в районные управления Департамента труда и социальной защиты обратилось почти 800 человек. В некоторых управлениях города электронная очередь на получение ЕГКС уже расписана до июня. Льготники, а это в основном люди пожилого возраста, переживают, что не успеют получить карту до введения ее обязательного пользования. И поэтому с утра формируют списки и занимают очереди. Вчера я пришла к 10 часам, но уже было 121. И к 18 часам я уже не попала. Сегодня я пришла, но уже 78. Руководство Департамента труда и социальной защиты населения призывает льготников Севастополя не волноваться и не устраивать столпотворение. Карт хватит на всех. И на тех, кто уже подал, и на тех, кто подаст заявление позже. Стоять в очереди не нужно. Можно записаться на прием при помощи официального сайта департамента. На первой странице портала есть раздел «Запись на прием заявлений по ЕГКС». Никто не останется без карт. Все, кто имеют на это право и все, кто подали заявление. Спасибо большое за активность на сайте Департамента труда и соцзащиты. Я смотрю, что уже очередь записи идет на май месяц. Мы подумаем, как эти возможности нарастить еще. В районных управлениях по месту жительства ЕГКС оформляют и взрослым, и детям. А вот процедуры получения готовой карты у них разные. Взрослое население будет получать в отделениях банка, а дети, которые не могут получить банковскую карту, они будут получать эту транспортную карту через районное управление труда и соцзащиты, в которой они издавали свои документы, свои заявления. Или то, где они проживают, где они зарегистрированы. Сейчас заявления на получение ЕГКС уже начали принимать и в отделении многофункционального центра на улице Вокзальной. В ближайшие дни такую услугу будут оказывать и в других отделениях МФЦ города. А в будущем заполнить заявление будет возможно и через региональный портал государственных услуг. Тем, кто не сможет прийти самостоятельно к маломобильным гражданам, а также к жителям отдаленных районов, будут выезжать мобильные бригады. Специалисты соцзащиты прямо на дому примут документы и сделают фото льготника. ЕГКС, на которой размещена фотография льготника, даст право на бесплатный проезд в общественном городском транспорте, причем без предъявления других документов. Количество поездок для льготников не ограничено. А в будущем, по желанию владельца, карты на нее будут перечислять все социальные пособия и выплаты. Кроме того, ЕГКС даст право на получение скидок в аптеках и магазинах. Марина Куваева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя.